Приводи с нами. Тебе Божья слава, Тебе слава, Отец, Сын и Святой Бог. Аминь. На кухне все домой в чашке. Чем раньше сядем, тем раньше выйдем. Вместе с 15 и 12. Так, начинаем. Где славились? Ефесянам 2 глава 15 стих. Чтение. Говорится, упразднив вражду плотью своею, а закон заповеди учения, дабы из двух создать в себе самому одного нового человека, устрояя мир. Толкование. Дабы кто не сказал, что же, если мы, освободившись от прежнего нарушения закона, опять вынуждены соблюдать его. Он говорит, что и его упразднил. Не терпись, чтобы доходило, не просто барабанить. Ибо дав нам закон для утверждения нас, вместо того, чтобы наказать нас, когда мы его не соблюли. Своими словами повтори. На чем ты считал? Своими словами? Своими словами тут не скажешь. Подкладку уже. Ты все время руки мазоришь. У тебя же желтые страницы будут. Подкладку клади всегда, бумажку. Я уже замучился говорить вам про это. Да нет, ищи ее, выбросили сразу. Она вам враждебна, эта докладка. Голыми руками беретесь, потовые железа. Книга вся замусоленная. То воском закапает, то и вырвут страницу. Беда просто. Давай. Объясняй, еще прочитал. О том, что Христос закон заменил своим учением, а смертью своей крестной образнил вражду человека с Богом. Садись рядом с ним. Помогать будешь. Так, законом уже заповеди называют его, потому что он был устроителем жизненного порядка. А веру называют учением, потому что она устанавливается через учения или догматы. Поэтому апостол, как бы, так сказал. Вместо жизни он вел веру. Ибо получили мы оправдание не вследствие заповедей, определявших делать то или другое. Но, римлянам 10 глава 9 стих, если уверуешь сердцем и исповедуешь устами, спасешься. Или же называют учением запретительной заповеди Господней. А именно, Матфея 5 глава 24 стих, а я говорю вам, не клянись вовсе, или не гневаться, Иса 54.9 и тому подобное. Ну, поясни, что такое сердцем веровать. Человеку говоришь, он говорит, я сегодня поверил. То ли он головой поверил, то ли сердцем. Как проверить-то? Можно, нет. Я говорю, сегодня будет занятие о том, как стяжать Дух Святой. Имеем ли мы Духа Святого. Со мной один идет и говорит, а мне кто-то должен сказать про это, что я имею Духа Святого. Или я сам должен как-то узнать, догадаться или откровение должно быть. Хороший вопрос. В другой раз я говорю, сегодня будет тема, почему я такой вредный? Вопрос. У меня, я поместил. Со мной идет Глушков рядом, Игорь говорит, ну, а как-то спрашивать надо вас, чтобы я узнал, где вы вредны. Я говорю, почему про меня? Это твои слова? Почему ты вредный-то? Про себя-то я уже все рассказал. Сказано, блаженный, чистый сердцем, ибо не Бога узрят. Чистый сердцем человек не нуждается в законе. Как-то проверить можешь, что я уверовал, ну, я поверил, что такой-то человек, вождь народа, он хороший, я пойду за ним. Но со Христом-то по-другому. Там лишь бы сказал, подними руку, там за партию большевиков и пошел. За Гитлера пошел. Но здесь речь это сердце. Вера в сердце. Исполнение заповедей Божьих. Человек правильно живет, он исполняет заповеди Божьи. Ну, только сегодня он уверовал, Володя. Какие же исполнения? Он сидит еще никуда не выходил. Сегодня уверовал. Как он может исполнять? Вера уходит, у меня два, это проверить можно. Делаю эту операцию раненому наполеоновскому солдату. Ну, и разговаривать с ним. А обезболивающих-то не было совсем. Ну, что главное? Стакан спирта и все. Выпить. И бузиновое масло делали. Кипятили его, кипяток в рану вливали. Вот вам разница, что он терпел этот солдатом? Чтобы оттонного огня не было, заразы не было. И он говорит, режьте дальше сердце, там увидите портрет моего императора. То есть он любил его сердцем. Этого гениального человека. Игнать Иванович, Господь говорит, дух дышит, где дышит. И голос его слышит, и знаешь, откуда приходит, и куда он уходит. Дух дышит, то есть Святый Дух Божий, он только так может действовать. Так это Дух дышит, тут о Духе Святом говорится? Нет. О Духе Святом. Только Дух Святой может сделать так, что человек не исполняя еще ничего, и уже верующий. Я про эту фразу говорю, которую Христос сказал, дух дышит, где хочет. Христос говорил здесь о Духе Святом? А в ветре? Хотелось бы сказать? А в ветре? Никто не может сказать, а воочи, как только Духом Святым, можно проверить. Вот ты не знаешь, откуда ветер пришел, даже синоптики не знают, где он завернулся за дом. Вот так и Дух Святой коснется, так это сравнение. Да, это сравнение, да. И что, как в сердце-то проверить? Я уверовал, что Христос. Но сердцем я принял это, или головой? Давай, Пупков, рассказывай про себя, почему ты такой вредный? Мне тоже первая музыка, как у Володи была, если ты сердцем поверил, у тебя сердце переходит на руки, ты начинаешь руками делать, делать. Первый день только убил, как узнать. Первый день, как узнать. Готов ты к добрым делам. А можно с другой стороны зайти. А вот он спрашивает решение. Я хотел сказать, это самый важный вопрос, который все поднимают, из-за которого все елися возникли. Это проверка. Вот пятидесятники возникли так, говорение языками. Как проверить, Дух Святой в тебе все-таки или нет, коснулся тебя или нет. Потому что вот раз и все. И они заговорили языками. Говорит, мы говорим на языках. Вот те и проверили, вот те и заговорили. А что? Да ничего нету. И постоянно баптисты, вот у нас есть знакомые, они сразу спрашивают, а скажи, что самое главное в жизни? Чего? Почему человек верующий? Ну-ка скажи, это у них постоянно идет, постоянно это. А что нужно? Я говорю, ну исполнение закона главное. Эх, столько вас учил, учил Игнатий, ничего не научил. Написано, любовь есть исполнение закона. Христос говорит о любви к его заповедям. Только так ты можешь это проверить. Больше никак не проверяется. Ничего сказано, никто не может назвать Христа Господом, как только Духом Святым. Только Христа Исправедом. Сильное место. Ну а я могу в этот вечер, я покаялся, допустим, 22-го, 27-го сентября, 62-го года. И меня бы спросили, ты головой это поверил так, что действительно признал, факты совместил, действительно, об этом Плинии младший говорит, Тацит говорит, у Иосифа Флавия написано, говорили некоторые, то или сердцем. Я что бы вечером мог ответить, в этот вечер? Я бы четко сказал сердцем. Почему? Мне доводы не нужны. Мое сердце без всяких доводов приняло. И доводы я начал бы искать именно подтверждающие, что Христос умер за меня. Мгновенно. Потому что сердце мое теперь взяло руководство. А голова мне, это я могу и завтра, и послезавтра. А тут мгновенный ответ, как молния. Вера от слышания, слышание от слова Божьего. Мы считаем дальше. Не сделал Элина иудеям, но обоих возвел в лучшее состояние. И не сказал переменить, но создать, дабы сильнее выразить свою мысль. И то, что затем от естественных дел нам отступать не должно. В себе же сказано, или вместо через себя самого, потому что ни другой кто-нибудь сделал это. Но сам создал нового человека Христос, как бы расплавив иудея и язычника, создал одного нового и дивного человека. Или это значит, что он сам первый представил образец и пример. Сам явился наперед тем, чем все делал и тех, Элина иудеев, и что встал посредине между обоими, держа с одной стороны Элина, а с другой Иудея, смешав их и удалив все враждебное. Серхи естественно, воссоздал посредством огня и воды. И так, в человеческой природе, которую он принял, в природе общей и язычнику, и иудею, и принятой ради обоих, в ней-то, освобожденный от всякого тления и ветхости, он создал двух, в единого нового человека, свободного от греховной дряхлости и неправды. И тот, и другой характеризуются уже не своими собственными качествами, но обоих характеризуют свойства единого человека, созданного по образцу Христа. По образу Христа. Но еще лучше поймешь эти слова, если мысленно представишь Господа краеугольным камнем, а сих двоих построенными на нем стенами, и в отношении друг к другу, иудеи ведь тогда сближаются с язычником, когда становятся верным. Но особенно к Богу, что и важнее, как показывает ниже, конец толкования. Поясни, применительно к нашим дням, к самому себе. Вот в этом смысл, что слово Божие живо и действенно, его нужно рассматривать именно в сегодняшнем дне. Это тысячу лет назад, говорил нам было, в 900 с лишним лет. Конкретно ко мне. В этих словах я могу ли найти опору, разговаривая с кем-то, с иудеями или с греками? И какую? В каком месте я могу это предложение прочитать? Понимаешь, какие вопросы-то? Тогда оно живо заговорило, я на него опираюсь, я ищу, говорю, оно было, где же это есть, в каком месте-то? Ага, вот я, и все. Теперь вот раз на это место застолбил. Может, Христос соединил иудейское исполнение их, исполнение закона ихнее, с языческим, скажем так, исканием правды, что ли, и досоединил многих человеке, христианинам. Что Павла побудило, по-другому поставить вопрос, что побудило его говорить об этом? Это послание к кому? Кефисянам. Кефисянам. Если бы было галатом, тут объяснение простое. А кефисянам-то зачем он это говорит? Понимаете, вопросы. Тут ни одна академия не раздается. А ты должен знать. Пусть они учатся, как оправдать любое беззаконие. Наша задача – показать любовь к Христа и нерушимость закона. Приступай к этому. Непонятно? Еще раз доверни. И тогда слово Божие заговори. Кто-то хочет сказать, что… Кто смотрел «Апостол» кино? Покажите. «Апостол». А, про диверсанта этого немецкого. Да. Краткое содержание. Быстро расскажи, что другие знали. Было два брата, близнеца. Один был бандит, а другой учитель. И бандит… сидел он, стал сотрудничать с фашистами. Ну, как он стал сотрудничать? Этот момент-то не упусти. Завербовали его, по-моему. Как завербовали, когда их расстреливали? Расстреливали. Привезли, расстреливали. НКВДшники расстреливали. И когда немцы пришли добивать, он поднялся. Евгений Миронов играет. Тут понятно, какой класс. Его взяли, они там перевезли. И что дальше было? Ну, теперь вот в школе диверсанта. Вот так. И теперь падает на парашюте. Да. Его здесь берут, допрашивают. И они решили его перевербовать и послать туда. Да. Ну, а тут помощник, когда он побег сделал-то, его стреляют, убивают. Они теперь подумали заменить его этим двойником. А учитель, он такой ласковый, очкарик, еще не знает. Научили его быть бандитом. Курить, блудить научили. И вот я еще сказал, момент. Он приходит, когда который учителем говорит, ну, не пойдет он. Почему? Да он такой тюфяк, он не может. А там именно трое-четверо на него, чтобы отбиться. Никак. Ну, а который над ним генерал-то стоит и говорит. Ну, по другим так. Да по другим дисциплинам у него вот идет. Ну, никак нет. Ну, хорошо, я ему дам учителя. И дает ему учителя. И вот такой, прямо видно, где он рисует ему схему человека и показывает, где состав. Физик. Физик. Физик он. Да. А это учитель, он так вот как раз туда, куда надо. И показал, в какое место надо бить и где перевешивает человек. И в это время, где каким переворотом сделать, как Иван подобный. Он знал, в воздухе мог все это сделать. И все. И как он начал, только показали, он тоже приплясывает. Три закона термодинамики показал. И он троих сразу уложил здесь. Показать, нащупать точку вот этого, опрокидывания. В беседе с сектантами это необходимо. Не убивать, не гнать, не преследовать. Верующий в Сына Божие, рожденность высшего не может быть мстительным. Пока сегодня патриархи, там они гоняются, друг друга подговаривают. Совершенно неверующие люди, безбожники, но прикрылись системой патриархийной. Это на мне они все. Чины зарабатывают. В миссионерских отделах. Аминь. Понятно? А что нужно сделать? Нащупать болевую точку, опрокидывающий момент. Я ее нащупал. Я начинаю с того, что сектантов всегда восхваляю. Они хорошие. И я не лгу. Я истинно верю в это. И им, конечно, это понравится. Я говорю, ну вы не церковь. Нет у вас епископата. И добавляю, если бы у вас был епископат, я бы дня не был в этой системе патриархийной. Хотя системе я не принадлежу. Но я православный, поэтому я должен то и другое там все это делать. Без чего вполне можно обойтись. Поэтому, если бы где-то меня вызвали, я бы сказал, баптиста принимать можно. Православные. Никаких икон. Ни мощей. Пусть этого не будет. Примут только учения православных символ Никео Цареградский, епископат и толкование святых отцов. А каноны правила собора это проверить, где не противоречит священному писанию. Об иконопочитании лишь бы они не говорили, что идолы. Не осуждали православное вероучение. Я знаю точки соприкосновения опрокидывания где. Почему такой успех? Поговорил один раз вся община. С одного раза обращается целая община. Истинно православные христиане и ПХ это самые такие... Я один раз пришел, где у меня, Валя, ты знаешь, как вначале тетя Тони была, сколько твои там пошли, кто как потом. Валя эта, Маркетанова, Вера ее сестра. Сразу. А почему они пришли? Потому что на опрокидывающий момент был найден где. А потом их утвердили сразу монахи. А Раиса Ташишкина, то она стала Ксенией, там еще, настоятельница монастыря. И там можно тоже опустить. Сильно солнечный свет забивает все. Вы, Сергей Павлович. Ну и давайте подведем итог. Как увязать ефесянов, язычников, иудеев, сектантов и... Я подвел плотную. Увязывайте. И апостолы. И зачем Павел написал это? Мы должны понять, что без этого у него послание было бы ущербное. Почему он им написал? Понимаете, тогда у тебя такое, не то, что там какое-то голографическое, пространственное, а приближенное на сегодняшний день. Вот я сегодня составлял это. Из-за чего? Из-за мерики этот написал, что я тебе даже за подпись, если подпись сделать, я заплачу долларами. За подпись. А другой меня съедает вместе с книжками, с потрохами патриархии на эти. И говорит, я что написать-то? Я задумался. А сам сижу и молюсь. И вот это написал. Свобода совести. Остановился. Всякая совесть бывает. Добавляю. В духе святом. Она у меня на ходу просто рука пишет-то. И что? Не позволит тебе быть рабом ни в какой системе мира. Точка. И думаю, мне больше никогда не сказать. Я взял, себе записал, на другую книгу также напишу. Она мгновенно родилась апаризм. И в этом все. А может, с какой-то стороны уязвить нельзя. Я тут же понял. Нападки все будут отражены. Сожженная совесть. Нет, тут духи святом. Все кончилось. И рабом никакой системы. Система там патриархии на католическое, фашизм, коммунизм, демократия не имеет значения. Отточенная фраза сразу вышла. Апостол Павел об этом говорит. А? Апостол Павел об этом говорит. И дальше написал, где дух Господний, там свобода. Смотри, думайте теперь. То есть, вот эта вот свобода во Христе, которая может примирить язычника и иудея, она также может примирить и сектанта, и православного, и раскрыть истину именно во свободу совести. Правильно я понимаю? Ну а теперь надо кого в христиан, а кого в Елена? Иудея. Кто иудея? Кто елена? Вместо слова иудея мы можем поставить что-то другое? Московскую патриархию, что ли, которая... Ну вот, понимаете, что я буду говорить-то. подтяни, это к сегодняшнему и видишь, как оно заговорит. Когда я с людьми так вот беседую, разъяснишь, сколько я, сколько читал. Вот это, говорит, так на ваши стихи надо, еще книгу писать толкование, это ни одну. То есть, иудеи с язычниками не знались, но Христос их своим учением примеряет. Также и здесь, в Московской патриархии, о этих сектантов надо гнать, а не надо гнать, их нужно примерять друг к другу, открывать им истину Христову. То есть, как вот искать точки соприкосновения. Не так, что там, давайте поговорим, что нас обменяет, об этом тоже надо говорить, чтобы от чего-то отталкиваться, а то не так веруют, и теперь гнать их всех и инквизицию, и все, нет. Именно здесь упразднив вражду плотью своею, а закон заповеди и учения. У нас закон на законе у нас. И вот это говорит. Этот пример Господь говорит, когда вот с самарянкой беседует у колодца, и она говорит, так вот, как же так, наши отцы тоже веровали, кто же прав, кто не прав, теперь уж не разобраться вроде того. А Христос говорит, не знает, говорит, спасение от иудеев все равно, но Господь ищет поклонников в духе истине, ну и показывает, конечно, на это, это уже, как говорится, апофеолог всего, в духе святом. Начало есть всегда. От кого-то идет спасение. Это начало должно быть. Поэтому на этом основываемся, как говорится, краеугольный камень Христос. Кто слышал про Марсинковского Владимира Филимоновича? Ну, есть о нем много сведений. Так, кто знает его биографию? Ну, интересная биография. В какой семье он родился, что было, чем он увлекался, кем стал? Это профессор. Вот его, в первом томе у нас, вот это, издание, там даже есть полностью статья, достоверный ли Евангелие. Я поместил вот сюда вот, настолько оно хорошее. У него, можно сказать, я не понял, кто у него в семье были, но интеллигенты, однозначно. Но у него интересно было, он был в православной церкви, а у них был кружок. И кружок, ну, как типа баптистские сейчас, сказали бы, однозначно. И он так хорошо знал священное писание, что ему сам митрополит, или епископ, митрополит, петербургский, он уже в Петербурге тогда был, давал говорить проповеди с кафедрой, одевали его в стихо, и он выходил и говорил проповеди с кафедрой. И это было очень долго продолжалось. А потом, Господь так сделал, что когда пришла революция, и были такие гонения на верующих людей, к нему его там посадили на некоторое время, в бутырки, по-моему, он достигал. Да его не один раз, брали, распускали, брали, сажали. Я не помню, или в Лефортово. Там его вызывают в Политбюро, он говорит, опять в Пилатбюро вызывают. И он там делал встречи, зал там освобождали ему, с Бонч Бруевичем. А это был царский генерал когда-то, и он как бы выступал как атеист, а Марцинковский за веру был. И всегда он побеждал. И набиралось там заключенные сидели. И вообще просто так он много очень благовестовал. и ему давалось разрешение от революционных комитетов этих. Вот как. Вообще непонятно, Господь делает. Он один был такой. Я думаю, как вот у Игнатия Тихоновича, как у Дернативной шел. Ну просто другого нету, я не могу примеры привести. Тут некоторые возбухают. Поповедник Николаи, который предложил ему заниматься с ней вместе студенческий кружок вести. Вот откуда оно началось. От православия стало первым тормозом. И он ушел в протестантизм. И говорят, кто он? Баптист или кто? Аминонит. Отец Геннадий Пас, который был по природе своей. Ну он уехал в Израиль. Его выслали. Кажется, на три года ему. Советское правительство Германии выслало. Или в тюрьме сиди. Но он предпочел выехать. А потом уже не вернулся. Он понимал, что тут уже ничего нет. Уехал в Израиль. И оттуда ему представилась возможность сделать записи. Ему магнитофон подарили. Он бедный-бедный был. Я это делал записи. И в Монте-Карло отсылали. И записи шли на Россию. Он Россию очень любил. Записи. Начиналось с Гора Кормил, Галилея. Он женился и там и жил. А какой год магнитофон и записи там уже был? Какой год это был? Ну, какой год? Ну, сороковый где-то. Год. Он в 78-м, кажется, умер только. Значит, раньше было. Я его услышал почти в первые дни за Ярлом Пести. Мы разговариваем о том, что он, будучи таким человеком, профессором в Праге был. Это вообще большое у него знание было-то. И вдруг он ушел из православия, будучи не просто прихожанином, а настоящим православным. И ушел в протестантизм. И мне звонит один вчера и говорит, я был в протестантах, я ушел. Но когда я просчитал, ушел православный, сейчас ищу там православие, все. И думаю, любой мне протестант говорит, что ты ищешь-то? Когда был Марсинковский, православный ушел. Ты-то куда пошел? Когда он не мог даже удержаться там. Ты сейчас, у тебя есть талант, ты говоришь там. Там это все отнимется от тебя. Там не только ходить свежий скапи никому ты не нужен. И тебя все время будут говорить, баптист, баптист. Вот немец уехал туда и говорит, ну что ты уехал, там что лучше? Да не лучше в Германии, ну жить-то лучше. Ну знаете, историческая родина. Вот я работаю, у меня выработка, я всегда в колхозе был премиальный, там давали то другое. Как кто-то обозрится на меня, немец. Немец это было хуже фашистов, немец. А тут я немец, мне никто не скажет немец, потому что все немцы. А то что, православные рядом живут. Немец, с тобой воевали, тут еще ты вошь под ногами. Понятно как? Вот так к сектантам относятся. А вы нахвалите мусульман, вчера пишет. Да вы такой великий миссионер, мусульманами пишут. Мне, мусульмане. То есть я не Даниил Сысоев, я его с собой даже не ровняю, настолько я его выше ставлю себя. У меня другой подход. Вот, я слово Коран, Мухаммад, Аллах не упоминаю. Вообще не надо. Я знаю только Святая Библия, Христос, Церковь. Я заменяю другими словами. Не заменяю, а такой я и есть. Так вот здесь, что ты еще искать будешь? Что он видел? Почему он ушел? Но есть сведения, что он в конце жизни вернулся в православие. Где-то он жил 87 лет, кажется. Шумахер был такой, археолог приехал туда, и он с ним там был, и на его дочке женился. А, точно Шумахер. Археолог. Ну вот теперь думай дальше. Я с одним верующим баптистом встречаюсь, ну и как-то мы с ним общаемся, и он говорит, вот читал Святых Отцов, он уже моими терминами излагает свою мысль, я там под него термины пытаюсь, он просто хорошее отношение. Я вот читал Отцов Церкви, так, не Святых Отцов, а Отцов Церкви, там вот такая комбинация. Смотрю, говорит, ну как баптисты, говорит, вообще. То есть он или Златоуста читал, или Кирилла Иерусалимского, но доступ у него есть, он развит. И говорит, я смотрю, как будто бы баптисты. Я говорю, так, не баптисты, говорю, а это и есть православные, говорю. Просто вы похожи на православных, только у вас нет священства. Вот в чем дело. То есть если мы видим Святоотеческую проповедь, так это, по сути дела, это проповедь, основанная на Священном Писании. О чем мы сейчас забыли, ну, вообще в основном, в православии. А баптисты это взяли, то есть баптисты взяли Библию, проповедь, и теперь уже им мало своих проповедников. Они начинают уже те копать и говорить, о, как баптисты, значит нам подойдет. Все, и теперь берут. То есть они свое взяли за основу, то, что у них есть, а теперь подгребают остальное. Другой выступает, говорит, отцы церкви говорили, где епископ, там и церковь. Так вот, я ваш епископ, слушайте меня. Вот прям реально выступает Игорь Инкин такой, в ролик выставляет. Я думаю, то есть свое берут за основу, а теперь все, что связано и похоже на них, они теперь подбирают под себя. А на самом деле, если разобрать по истории, то где ваше священство, где ваши епископы? Нету. И вы сами их отвергали. У них учение о духовном преемстве. То есть когда начинаешь говорить о хиротонии, о рукоположении, говорит, нет, главное духовное преемство. Вот, только получается объединить бы ревность баптистов, вот этих, которые берут святых отцов и думают, это баптисты в древности. Вот это бы взять сейчас, вернее вспомнить то, что мы утеряли в большом количестве, этот сундук с золотом, и соединить это с нашим священством святым. И тогда получится вот во Христе единая, новая личность. Вот этого нам не хватает, к сожалению. У нас свадьба, ролик стоит, и одна зашла, надо что говорить. Православные, я, говорит, рады и интересы, гляжу, поют, говорит, песни, мой дедушка баптист еще пел их. Ну там кто, Таня, Муха там из баптистских, которые были там, родители там баптисты были. И у нас это поют. Потом, да, они все по-баптистски поют, это что такое? Таня шла в ответ, а вы-то православное взяли. Вы православного-то сколько взяли? Минуты жизни трудные, теснился в сердце, грусть, а до молитвы чудную твержу я знаю. Это же Лермонтов написал. Нет, это про Ханов написал. Да нет, Лермонтов, возьми книжку. Или другое там берут. Друг мой, брат мой, страдающий. Он стал страдающий. Страдающий брат. Это национально, это православные, евреи. Да как же, откажи баптистки. Ну вы себе взяли, вы молодцы. А мы-то берем теперь уже от вас, уже с мотивом берем. Берем-то свое. Или вот поют «Чудное озеро Генесарецкое», или поют такое «Был у Христа младенца сад». Я говорю, а кто автор-то? Ну, Проханов. Ну, какой Проханов? Это из ирландских мелодий взято. А музыка Петра Ильича Чайковского и Ребикова. Двое написали это. Да вы что? Я говорю, ну вот, откройте эту книгу-то. Там все написано. Интернет. А слышали, был у Христа младенца сад? Слышали. Надежды Васильевны нет. Кто споет? Ну. Был у Христа младенца сад, и много роз взрастил он в нем. Он трижды в день их поливал, чтоб сплесть венок себе потом. Когда же розы расцвели, детей еврейских созвал он. Они сорвали под свитку, и сад был весь опустошен. Как ты сплесешь теперь венок? В твоем саду нет больше роз. Вы позабыли, что шипы остались мне, сказал Христос. Из шипов они сплели венок колючий для него, И капли крови вместо роз щелок украсили его. Музыка Чайковского и Ребекова. Кто знает мотив? Вот Надежда Васильевна спела бы. Но если я буду петь, только глаза зажмусь, чтобы меня не видеть. Был у Христа младенца сад, И много роз взрастил он в нем. Он трижды в день их поливал, Что сплесь венок себе потом. Примерно так. Если даже без слов я буду мурлыкать, то догадается, что именно это и есть. Хорошие слова и прочее. Но они не баптистские. А они взяли себе... Старобрядцы поют в самое главное. А вот он что брал? Жаждет правды, народ избавления ждет. В темноте и грехе погибаем. Но великий Христос меч Весть благую принес. Он спасет мир от края до края. И написал петь, но мотив есть на Волге утес. А кто написал это? Марсенковский, это он автор. Есть на Волге утес. Нет, не на Волге. Жаждет правды народ. Вот так. Очень хорошие слова. И он интересно выразил такое, когда был, я в Марсенковском. В тюрьме был, говорит, со Христом и в тюрьме свобода. А без Христа и на свободе тюрьма. Вот как. Вот сколько мы потеряли. Это говорит, один человек говорит, скольких мы потеряли за небрежение священства. И еще будем потерять. Ну, кто Богом избран, тот останется. Знаете, кто сказал это? Дроздов, кличка его была. Редигер. Алексей Второй Патриарх. Да. На Московском и Перхальном собрании. Крестить-то попы не хотят. И еще многих потеряем. Журнал Московская Патриархия, 94-го. Да. Ну, пошел дальше. 16-й стих. Пусть другие отвечают на эти вопросы. «И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Толкование. Не сказал «умирить», но «примирить», то есть снова примирить, показывая, что и в древности посредством закона человеческое естество было примиряемо с Богом. Но затем, так как через преступление закона вражда еще более усилилась, то оно опять возымело нужду примирений с Богом, которое, как окончательно, справедливо и называется примирением. В едином теле, то есть в своем, ибо должное на наказание сам подъял через крест, что и выше сказал плотием, и опять двоих создает в себе. А по мнению некоторых, в едином теле, значит то, что обоих, ставших как бы единым телом, которому он есть глава, примирил с Богом. Не сказав «разрушив», но сильнее, убив, чтобы она уже не восставала. Каким же образом после этого опять возникает вражда? Она никогда не восстает, но рождает другую, потому что опять грешишь. В нем же, или в кресте, или в теле своем. Ибо вражду он убил на кресте, и в своем теле, в котором и подъял крест. Конец толкования. Ну, все понятно. Вы умеете вопросы задавать. Здесь приззакон, говорит, сделал, что вражду только усилил закон. Ну, вдумайтесь, вот, а как? Закон дан, чтобы людей примирить, конфессиональные там, говорят, отношения там разные, ну, политкорректные, что были. Ну, любят просто, это, толерантность придумали. А вот апостол говорит по-другому. О чем говорит? Что закон, божественный закон, он только усилил вражду. Закон. А какая вражда? А в чем она заключалась? И как он мог усиливать? Не было закона, не было преступления. Так, ну, а этот закон, именно по каким отраслям он сделал более жесткое отношение друг к другу, так скажем? Ну, я хотел бы подобное сказать. Господь, говорит, 10 глава Матфея, 32 стих. Не мир я принес, но меч. И отныне будет разделение в семье. То есть, казалось бы, Христос, он же мирный, он принес, должен принести мир. Говорит еще о древнем законе сейчас. Он говорит не об этом законе. Я знаю, что не об этом. Я говорю, просто подобное. Ну, так он, Христос уже мирный пришел. И то разделения произошли. Что говорить о ветхом законе? Когда он идет в противоречии с самим понятием святости и греха. Когда сам сатана здесь сидит и распределяет всем только одну роль. На мясо он туда в огонь. Больше никуда. И поэтому одна ложь. Объясни, почему? Как закон мог усиливать даже эту вражду? Речь-то идет о двух стенах, которые на один угол сходятся. А камень, правеугольный Христос. А закон этого не мог сделать. Почему? Речь о двух, надо не забывать, моментах. Иудеи и все остальные нации. 2895 нации. Это другая стена кирпичников. Ну, то, что он отделил закон от других язычников. Вот и усиливать. Да не отменил, когда он говорит? Нет. Причем она определит, что он. Отделил он. Отделил, отделил. Отделил? Да. Отделил. А что отделил? Язычников от иудеев. От избранного народа. Как это усилило вражду? Напряженность. Как закон мог усилить? Посредством запретов. О! Запретов. Каких? Запретов грешить. Не убить. Грешить? Да. Запретов. Ну, скажи, как ты считаешь, кто в законах власти пришел? Гитлер или Ленин со Сталином? Ну, тут уже политика. А? Я не могу сказать точно. Гитлер, Гитлер. Да Гитлер-то шел, его народ выбирал. Сначала он три депутата только был, а потом 30, а потом все 300. Его народ выбирал, голосовали за него, он выступал. А эти-то просто власть-переворот захватили бандиты. Гитлер-то любимец немецкой нации. Их сегодня допрашивают. Сегодня. Она, Гитлер-Юген была, я уже 90 лет. И она говорит, мы по-прежнему его любим. Весь мир поднялся на него. А как лучший политик, только из полной развалины поднять страну и против всего мира. Ты понимаешь, что это такое? А здесь развалили страну готовую. Сад, при царе-то было как? Что именно конкретно? А вот Гитлер издал закон. Завершить, дать окончательное, завершить дело еврейского вопроса. Окончательное решение. Как? Уничтожить. Закон это били. Так у нас еврейские театры выбросить всех, немецкие сделать. А у нас артистов нет. Будут. Где бы ни взяли, везде евреи, банкиры. Вся закрыть. Пускай выезжает. А потом они выезжают в Освенцин. Закон этот усилил вражду в стране или нет? Каждый смотрел. Вот есть такой фильм «Пианист». Он там остался, где-то его скрывали. И он еврей. Он хороший пианист. Его везде, везде. Кто видел фильм? Да. И что с ним было? Как? Его прямо одна в подъезде схватила. Евреи, евреи! Он вырвался. А немец, офицер, спас его. А потом сам немец попал, он и мог найти, хотел побольше ему, видно, в конце. Вот как. Закон намертво запрещал. Иудеи с самарянами не знаются. Это самарянка знаю, а ты пить порстишь. Тогда они пришли просто так. Некоторые стали входить, их дочери нравятся. Пошло сообщение, народ перемешался. Красивые женщины. И тогда пришел неемец тендеры. Всеобщий развод. Всеми святое осквернилось. И этих жен, рожденных от незаконных сожитий, с этими самовитянками, аравитянками отправили. Соломон познался. Что получил? Они за собой идол все притащили. И он, мудрец, стал поклоняться им. Вот это толерантно до чего доводит. Почему? Закон поправ Моисея. Соломон. Закон запрещал знать все. Закон запрещает с еретиками молиться. Но они не знают, что такое молиться с еретиками-то. Соглашаюсь с ними-то. Мне это клепают сейчас, патриарху. Вот закон, что сделал-то. Вы конкретно по тексту смотрите, о чем речь идет, толкование. Он усилил вражду. Усилил. Это был бы один из народов. Ну, помните, когда пришли и сказали, там, с сихем-то. Ну да, давайте вместе. Давайте, обрежете вы их. Ваши дочери наши будут. Наши дочери ваши будут. Но они хитро сделали. Скот, скот все будет. То есть уже стояли на грани объединения. Но одна ночь все, ночь хрустальных ножей. Повырезали все. С ремом вместе. Ну да. Видите, когда до всего дойдешь, а могло быть иначе-то? Не могло. Закон был Богом дан, чтобы оградить свой народ. Вот любой, я спрошу. Мусульмане заботятся, чтобы к ним люди пребывали. О-о-о. Они в интернете работают, там у нас женихи показывают. Он один. В разных местах там 20 мусульманах вызвал. Они бросили мужа там или девушки с университетом. Туда примчались. А там нету. Раненый. Без ноги один. Да, нога оторвана. Одного глаза нет. Говорит, это твой муж. Да ко мне писал другой. Его уже живых нету. Ты никуда не уйдешь. Ты мусульманка. Иначе сейчас башку отрежем. Они как делают? Казни делают для всех. Вот, допустим, вот эти вот изменники. Это ребята хорошие. Их посадили в клетка железная, сваренная. Ну, и в ней там 15 человек сидит. Клетка большая. Это теперь краном поднимают и медленно опускают в воду. Вода уже до рта. Они кидаются на дачу-то, пространство такое, под водой. Но они установили там съемочное. Под водой снимают, показать, какие последние минуты их жизни. Как они искаженные, как хватаются. Летчика поймали сирийского. Железную клетку бензином облили. Подожли, он мешается в клетке. Все горит. Они показывают это все. А с какой целью? Устрашить других. Но принимают всех. Христиане... Ну, сейчас приди сюда, киркес покажется. Примем. А евреи, наоборот, все силы бросят, никого к себе не запустить. Кажется, кто себе такие широкие ворота открыл, принимает, как мусульмане. Они должны весь мир захватить. Весь мир потеряют. Хотя их уже два миллиарда с лишним. А евреи, которые 12 миллионов, так вот, покорят весь мир. У них задача, чтобы чужая кровь не пришла к ним. Ни под каким видом. А пусть маленькое, но Христово братство. Да. Как же оно? Они сумели. Но там и христиане. А Бог. Как же Бог? Да. Считай. Это глубокие-глубокие вопросы. 17 стих. И прийдя, благовествовал в мир вам, дальним и близким. Толкование. Не другого послал, но сам пришел, явившись в положении слуги и раба. И благовествовал мир к Богу. Без сомнения, дальним это язычникам и ближним, тире иудеям. Так как эти более близкими казались Богу. И Христос ведь говорил. Мир оставляю вам. Иван Глятанович, 14, 27. Мужайтесь. Я победил мир. 16, 33. И еще, Отец мой возлюбит вас. И все, чего будете просить, будет вам. А это все признаки мира. Конец толкования. Ничего не читай дальше. Дальше. 18 стих. Потому что через него и те, и другие имеют доступ к Отцу в одном духе. Толкование. Своей смертью уничтожил гнев и потом сделал нас любезными Отцу через Духа. А благодетельствовал нас одинаковой благодатью. Потому что не даровал им более, как близким, а нам меньше, как дальним. Но в едином духе обоим даровал единую благодать. И таким образом привел к Отцу. И таким образом привел к Отцу. Или в. Или в употреблено вместо через. В одном духе. И тогда смысл был бы такой. И через него и Духа приведены мы к Отцу. Конец толкования. А ты сам понимаешь, что считаешь? Ну, где пятидесятница? Ну, начало толкования вот этого, последнего стиха. Толкование начало. Прочитай с точки две. Своей смертью уничтожил гнев и потом сделал нас любезными Отцу через Духа. А благодетельствовал нас одинаковой благодатью. Ты понимаешь, какие споры-то идут среди православных. Нападают на католиков. У них юридическое право. Вмешалось бы это. И Антоний Храповицкий в этом замешан был. Вот спрашивают простые стихи. А какой раздор вызвали? Так вот. Гневен Бог или не гневен? Ипитимия. Что это такое? Исправление. Правильно. Исправление. Но это наказание или не наказание? У тебя и отлучают причастия. Наказанный человек? Ну, конечно, наказан. Два с половиной года стоять только на паперке. На крыльце. В храм заходить нельзя вообще. Абортница. Два с половиной года должна стоять на улице. Да это не наказание. Бог никого не наказывает. А Бог говорит, я наказываю до десятого там какого колена. Они верят. То есть за Бога. Лгут. Стоило, говорит, припираться и лгать за Бога. У его написано. Стоило ли? Ну, а как? Так вот, об этом и есть рассуждение. Юридическое право. Так это католики. Так они на деле показывают. Наши грехи. Сколько их? Я не знаю. Но речь идет о тысячи годах. Это минимум семь с половиной тысяч лет. Минимум сто миллиардов людей. Даже сто семь. Изо всех умер. А у каждого еще миллионы, миллионы грехов. И он жертвуя себя, все это погасил. Как это так? И Бог взирал с гневом. Он говорит, я устал миловать вас. Мы читали, пророк Иеремия говорит, я устал миловать. Бог устал миловать. Какое выражение дается нам? Я накажу вас. Не оставлю без наказания. И вдруг выходит, у Иерасов считает, Бог никого не наказывает. А что он делает? Весь мир потопил. Это что, не наказание? Там младенцы были. А садом сжег. Там дети были, которые к этому греху не имели отношения. Там и женщины были. Откуда бы они рожались? Дети-то, если бы женщин не было. И однако, Бог никого не наказывает. Накажу, Господь говорит. И ты должен сказать, да вот здесь юридическое право. Грех, миллиарды, тысячи там степенях. И одна жертва. И Христос предстает. И перед ним вот это человечество можно изобразить в одном лице. В Адаме все умирают. В Адаме, в Адаме. Это Адам огромный, как бы собрать все воедино-то. А во Христе живут. А Христос тысячи раз больше его. И вот он все здесь разъясняет. Бог Отец смотрит с гневом. И в удовлетворение этого, Божьей справедливости, он берет гнев на себя, руки простерты, а человек спрятался там, под низом стоит. Он распростер руки, чтобы принять на себя. И он, как грешник, был оставлен. Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Христос испытал все. Испытал смерть оставленного человека Богом. И последняя молитва, приими дух мой. Он прошел через все это горнило испытаний, которое положено грешнику. Бичевание, отречение, поношение. Все. И Божий гнев удовлетворен. Как это удовлетворен? Это Божья справедливость. Себе не надо рассуждать. А тут митрополиты схватились. Это не может быть. Что он, Бог? Чудовище какое. Ну, за эти слова ты тоже ответишь, я говорю. Так и написано. Он стал жертвой за грех. За грех. А жертва что такое? Режут, барашка. Вот Агнец Божий берет на себя грех мира. На себя. Ни одного человека. Всего мира берет. Бог справедлив. А Бог прощает. У меня в празе есть одна такая. Я говорю, когда ее. Из моей наработки. Я не читал нигде. Что Бог никогда никому не прощает ни одного греха за так. Никогда и никому. Почему? Возьмя из-за грех смерть. Кто-то должен умереть. А как умереть, когда я сам грешен? Кого я могу освободить, когда я сам заключенный? И заключенный справедливо. Может только освободить тот, кто имеет власть над этим. И он, говорит, сошел в преисподние места проповедовать. И узников из темницы вывел. Вывел он. Он может. А может ли Бог простить? Не может. Но вы что говорите? Бог и не может. Еще раз говорю, не может. Это не его свойство прощать за так. Возмездие за грех смерти. Ну, взял бы, да. Ну, я бы там один плод съел, а то уж не я бы это. Ну, он плачет. Ну, сто миллиардов Бог убил после нее. Да хоть что, справедливо? За вопрос отвечать еще будешь. Ты должен только принять. В Адаме все умирают. Все согрешили. А как? Родится ли кто чистым от нечистого? Ни один. Иова 14.4. Беззаконие зачат я. Ибо грехе родила меня, и мать моя. Законные, венчанные, беззаконие и грех. Еще непонятно. Иначе дети ваши были бы нечисты. А теперь святы. Почему? Крещеные, потому что. Одна половина святая. Верующая, она принесла и покрестила. Это лютер даже понимал. У него детское крещение сохранилось. Понимаешь, какая глубина, Сержа? Ободрись. А то ты займешь место, Львов Николаевич. Игорь. Вот читал догматическое богословие, тут в силу определенных обстоятельств. И столкнулся с непонятностью определенной. Значит, смотрите, автор, там, протоиерейка, я сейчас забыл, как его звать, пишет. Вот есть юридическая теория искупления, есть нравственная. В общем, перечисляется. И я думал, ну, может быть, критиковать начнет. Нет. Вот говорит, юридическую теорию поддерживал митрополит Михаил Булгаков. То есть, и раскладывает по частям все как. Потом говорит, недостатки этой теории. И мне вот это интересно слушать, недостатки. То есть, уже прошло две тысячи лет, люди живут, спасаются. А тут человек уже в 21 веке начинает. Недостатки этой теории. Потом нравственная теория искупления. А тут уже приводит Антония Харповицкого. Догмат искупления. Вроде бы там совершенно все по-другому. Что Христос сошел, мог и не умирать и прочее. Ну, как я понял это все. И все на Герсимовский сад он будет толковать. В общем, там все это подробно объясняется. Я слушаю, думаю, и ссылается на святого отца одно. А потом какой-то такой-то богослов сказал, такой-то богослов сказал. И я просто смотрю, у меня в голове там немножко все перевернулось. Ну, вы определитесь, прежде чем излагать теорию. Это же все-таки серьезно. Придет там бабушка. Что пастырь будет по этой книжке объяснять бабушке? В чем суть спасения? Тогда я просто взял... У меня есть настольная книга священнослужителя. Издательство «Московский патриархат». Это очень старое издание. Там такие тома. Пятый, шестой, седьмой том. Именно пятый, шестой, седьмой том. И вот там просто черным по белому написано. Все подробно. Что Христос умер за грехи человека. Там прям идут выборки из святых отцов. Прям подробно. Их много-много-много. Ну, если докопаться конкретно до этого, ну, грубо говоря, до святого отца, то можно в нем найти юридическую теорию спасения. В другом начинаешь читать. Там уже экономическая теория спасения. Потому что искупил. Там слово искупление рассматривается как купил, выкуп, искупил. Ну, и там начинаются такие провокационные вопросы. А перед кем искупил? Для кого? Ну, в общем, кто-то для демона, кто-то для Бога. И тут они сами себя в ловушку загоняют. В конечном итоге делают какой-то непонятный вывод. Поэтому я бы всем рекомендовал, кто хочет разобраться в этом вопросе искупления, не обвинять там, не использовать вообще эти термины. Юридическая теория спасения. Не юридическая. Просто взять святых отцов, того же Златоуста, и почитать внимательно. Понятно. Вот вы сейчас... Я хотел вместо Писания сказать на эту тему. Там, конечно, кое-чего не хватает. Но вот, понятно, все это дает притча о блудном сыне, который мы недавно прошли. Что вот был отец, который любил сыновей своих. И один, ни с того ни с сего, вдруг сказал, отдай мне предсчитающее сейчас имение. И ушел просто от отца. И вот теперь дальше. Ну, самое интересное для нас, как отец его принимает? Отец заранее, оказывается, уже его ждет. Почему? Он еще не успел показаться, но он там покаялся. Он там покаялся, сын. И идет. Он не успел показаться. Отец уже его ждал. Он его первый заметил. И бросился к нему, написано. И дает ему все, что для этого есть. И печать дает. И пир их устанавливает, и так далее. И здесь можно уже дальше делать выводы, что для этого отец сделал все. Ну, и в том числе и жертву принес, какую надо. Это был сын Божий. И был прощен грешник, только покаявшись. Тут такой момент, конечно. Я, конечно, понимаю, почему эти споры ведутся. А понимаете, какой вопрос? Там так. Христос умер за грехи всех людей. Все согрешили, Христос умер за всех людей. Тогда грешник говорит, так я буду теперь грешить. Христос же за меня уже умер. Вот в чисто виде юридическая теория. Конечно, православные восстали против этого. Как это так? Ну, а он говорит, ну, действительно, Христос это абсолютная жертва. Я абсолютный грешник, и все человечество абсолютное. Если Христос принес абсолютную жертву, тогда, в принципе, то я уже и оправдан, что бы я там не наделал. Я только должен признать этот факт. Я признаю этот факт, а грешить все равно грешу. Ну, и по идее, по юридической теории спасения он и должен быть оправдан. Но это не так. Поэтому тут не надо впадать вот в эти крайности. Тут надо говорить о том, что хоть человек и искупил Господь свои жертвы, но необходимо переворот внутри человека. Необходимо грешнику покаяться и прийти к Отцу Небесному. И тогда Отец Небесный тебя примет в своей обители. Тут надо все в целом рассматривать. И вот здесь как раз и нравственное получается. Я бы всех примерил. Ну, вот в себе самом непонятно. А что ты говоришь, православный? Да ты немножко дифирамбы как-то пропил православие. Что там такое? А что, не надо православие? Нет, а кто был против-то вообще этого? А знаешь, вообще я сам с этим столкнулся не так давно. Да нет, я понимаю. Нет, не так давно. Я говорю, кто был против-то этого? Против чего? Против Антони Храповицкий. А он православный и есть, Антоний Храповицкий. Ага, православный? Он православный и есть на 100%, даже на 200%. Но есть такой у него труд, называется догмат искупления. Да я его читал, я читал. Так вот это два крайних лагеря. Между тем, что мы слышим от Игна Тихоновича и вообще, что в принципе это митрополит Михаил Булгаков говорит. Так называемая юридическая теория спасения. И католики этой теорией пользуются. А вот у Антония Храповицкого немножко не так оказывается. Да не надо туда залазить. Зачем? Так залазить, а это уже вылезло на поверху. Да Антоний Храповицкий просто был за границей, а это коммунистические попы были. И все, только поэтому идет. Там до революционной еще попы-то. Я тебе в курсе говорю, да. Только они за границей управляли, и вот и все. Коммунисты. Там не надо... И врачекисты. В чистом... Подожди, тут и что тут коммунисты? Это не к этому вообще. Да все к этому, брат, в конечном итоге. Просто речь идет о том, что в чистом виде ничего не надо брать. В крайность не надо брать. Хорошо, 18-й стихий. Он сделал Храповицкого, да. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Толкование. Так как Сын пребывает вовек, то те, которые не улучшат Вышнего Града, суть странники и пришельцы. Но мы не таковы теперь, а сограждане святых. Не просто иудеев, а святых их, патриархов и пророков. И приписаны к тому же самому Граду, Граду, находящемуся на небе, вечному, которого и те усиленно искали. Чего те едва достигли посредством великих трудов, то мы получили через благодать, став своими, домашними Богом. Вот упование Вашего звания, нашего звания, ибо в той именно надежде мы призваны, чтобы получить сие. Конец толкования. Игорь, а ты мог бы занять позицию митрополита Храповицкого Антония, а я буду говорить поход Булгакова. Юридически ты сможешь задавать мне вопрос? Я не смогу, потому что я просто к ней прикоснулся, увидел общее описание, и понял, что я не знал Антония Храповицкого вообще. Хотя он РПЦЗшник, я вообще не понимал. Я бы даже в большом... Не могу занять его позицию, потому что я не могу точно ее... Как теория сострадательной любви. Которая с Антониевой стороны, которая вопрос это подставляет против той юридической стороны-то, найди мне такого человека, чтобы он вот так вот сел, и мы будем говорить, чтобы он меня попытался сбить. Что, не прав был Булгаков. Я буду беседовать только на основании Святой Библии. Только. Ни одного святого отца я вообще не беру здесь. Они тут не помощники. Я представитель школы Булгакова, если говорить уже вот об этом. Если уже... Ну, многие представители школы Храповицкого. Ну, Евгений, вот у нас, дьякон Евгений Инчук, вот он тогда, помню, прямо увлекся Антонием Храповицким, и у вас с ним были какие-то разговоры. И чем закончилась у него? Он там все... Теория там, как называется, сострадательной любви, по-моему. Я вот могу... То есть добавка разных слов. Договоримся сразу. И бросить всякую терминологию, в которой нет в Библии. И они поплыли сразу. Вот и все. Давай на основании Библии только беседовать. Они тот сказал, в Сирии он так сказал. В этих вопросах они не могут клонить нас куда-то. Они должны вести только в Руси Священное Писание. Почему они окросят? Надо учиться, что это еще и синодальный перевод 1876 года. Это законный перевод, если будем говорить. Это вот, что все. Наши рассуждения будут верными. В этом плане. И Храповицкого тоже. Поэтому... Искупил. Вот ты мельком сказал, а у кого искупил? Речь идет-то, в конечном счете, искупил не у дьявола. Оно ему не принадлежало. Его купать не надо. Искупил от закона. Прямо апостол Павел говорит-то. По закону вот то-то, то-то. А теперь Христос жертву приносит. Там приносили ягнят. Он принес послание к евреям. Говорит, все совершенную жертву. И больше ничего не требуется. Там все разъяснено в послании к евреям-то. Как это можно не видеть? Это просто желание поспорить. Антоний говорит. Я прочитал Антония, я вижу, что даже зацепиться не за что у него. Согласно Библии, никогда, они даже половину своей теории не защитят. Никогда. Определенно и четко. В день, в который вкусишь смерть и умрешь. Это чей приговор? Господень. Божий, это закон, закон. Возмездие за грех, смерть. Получается? 6.23 хримином. Да, именно так. А было так, что кто грешил у него? Никак. А я теперь буду грешить, я искупен. Верующий в Сына Божий не грешит, Иваяян говорит. Он не может грешить. Почему? Грех через дьявол. А дальше написано. И лукавый не прикасается к нему через запятую. Он не родился свыше. Он головой только понял, начинает колпасить. Это все птица. Он не может грешить. Я искупен теперь, или не согрешишь, не покаешься. Не покаешься, не спасешься. Надо грешить, тогда ты покаянием будешь. То есть это надменные насмешники. Говорите, Игорь. Иванович, хочу сказать к вашим словам. Вы там как-то предлагали, епископу Антонию, помните? Который умер прежде времени. Чтобы он к вам в лагерь приехал, и там пожил немного. И он бы спасся однозначно. Он бы вообще был стройный, звонкий. А главное, всем-всем вот этим вот епископам бы, и вот таким священникам, особенно, которые высоко над другими стоят, их бы нужно уединяться. Вот раз в год, на неделю там, на лучшее на две недельки. Уединиться где-то. Вот желательно у Игнать их на все в лагере. Там много мест. И вот там занятия такие провести. Пожить вот так вот. Игорь, в Слове Божьем. Это на балерине на втором этаже. А, на балерине. Чтобы дети не кричали. Не-не-не, дети не будут мешать, конечно, зачем? Мешать, голоса даже мешают. Там никого нет, полная тишина. В полной тишине. И Слово Божие, чтобы было столько звучало Слово Божие. И мне кажется, перерождение, мы добьемся, ну, от 70% вот тех, кто туда приедет. Даже, может, и больше будет процентов. Потому что мы видели, как в лагере люди веровали. Вот помните, женщина упала перед всеми на колени и говорит, все, я верую в Бога, я пока каюсь. После фильма. Ну, это да, после фильма там, после бесед, занятия по Слову Божьему. Это единственное, может быть, место, где люди, как вот написано у апостола Павла, упадут и скажут, истинно с вами Бог. Как так можно было увидеть? Вот я видел несколько таких покаяний, я видел, в Потеряевке. Именно там. Вот именно от шума, от всей этой суеты мирской, где человек может как за соломинку ухватиться вот за эту надежду, какую-то похоть, сластолюбие, как вот Златоуз говорит. За что-нибудь, где-то ухватился, раз, и все. А он не может вот этим своим жирным телом, неочищенным струной, прозведеть для Господа. Видите-ка, они считают это все за насмешку. Вот я нахожусь в Сан-Франциско. Только что отмолились, литургии. Меня приглашает там один художник, он икона, просто пишет, вот как у нас написано, ухо где-то у Христа, вот здесь вот. Он говорит, они для того дурные, американцы, покупают мои иконы. Они их вообще не разбираются. Я говорю, так просто, ну, они, покупают и деньги платят, рассказывают, какие хорошие деньги платят. И в это время поднимается один из священников, Петр Перекрестов, священник, и говорит, там владыка Антоний, Сан-Франциский, ждет вас. Вопрос есть к нему. Представьте, я в Америке, и ко мне архиепископ, вопрос, еще он меня будет пытать, пью вино или не пью, как за столом митрополита было, заставили выпить. Я захожу, он говорит, а вы этого человека знаете, Шагала? Я говорю, нет. А этого тоже нет. А кто знает? Я говорю, брат мой знает кое-кого из них, а так я не знаю, как это. Вот подали они заявление о принятии. Мы, говорит, таких-то принимали, сейчас не знаем, что с ними делать. От них патриархия отказалась. Ну, тут они сделали нехорошие дела и прочее. Я говорю, очень просто. Они где сейчас? В России? Направляйте в наш лагерь на три месяца. Через три месяца я вам дам полный отчет. И мне никак нельзя измениться. Они, они вставать надо вместе, обедать, работать. Что с Никитой было, когда ты работал? Полшага правильно не сделали. Я только об этом думал. Они там не протянут. Если я, так сказать, протянул дели-дели, то куда им там такие... Человек говорит, майдановский, и то, и два вытерпел. Я на Майдане был. Понятно? Я говорю, я вам дам отчет тогда. Приехал хоть один? Никто не приехал? Никто не приехал. Это в самом деле, о чем Игорь говорит? Это реально. Почему на глазах? Вот приезжает профессор. Это очень сильный человек. Она там у депутата Говорухина помощница. Шесть раз пробирается к боевикам в Чечне. Шесть раз. Они ее знают, принимают. И все это описано в книге «Гослово Божи не тут». Там написано Эльвира Горюхина. И вот она описывает. Я, говорит, приехала в лагерь, а тут законы такие. Как моя волюшка разгулялась. Да что? Я не свободный человек. Да я, да... А сама курит. И они с этим слогином, там застараюсь, прятались за коровник, и там курим. Я разговариваю с детьми. И она все написала как есть. Но прошло, говорит, три дня, и у меня как переворот какой-то сделался. Я стала совершенно другими глазами глядеть. А если я не разговаривал даже, она увидела конкретно. Это уж совсем отпетый какой-то там коммунист, может быть, секретарь порторганизации. Вот приезжал, приезжал сюда был, Бобров Геннадий Александрович, первый секретарь железнодорожного райкома КПРФ. Ну, он там нагородил, все. Вы знаете, как он на суде показания давал. Кстати, от Александра Волобуева поклон. А я, Малис, каждый день занимал. Он тут снимал в музее, тут у них... Каждый день... Демидовский закончился, и он там был. И его... очередная выставка была, фотографии, и там было по Теряевке много фотографий. Вот мы идем на второй этаж Никитина 147 ко мне, в гости. С Антонием, в гости. А там лестница и поворачивается того же так, надо подняться половина, и он до площадки такой ходорез. Я остановился, что пухтишь, что говорю. Епископ, а вот таким пузырем стоит-то. Я говорю, беда ждет, ты умрешь, я им всем говорю, ты не доживешься до срока своего. Поехали по Теряевку. Он решил сам лечиться какие-то там таблетки и в 41 год кончился. То ли помогли, то ли сам. До этого говорил, у меня, говорит, покушение в епархии было от своих же, от попов. Понимаешь как? Ну, на первый вид это смешно. Нашел себе лекарство, по Теряевку. А я, говорит, врач прописал, как раз это и надо было. Что доктор прописал? Он не приехал. Ну и отошел, дверь иной. Вот так. Игорь. Ну вот Игорь говорит, если, допустим, кто-то приехал бы, потеряю Библию, природу. Подожди, ну и епископ там, еще священнослужитель. Природа повлияла бы на него. Природа. Ну, Библия, природа, это все. Ну, что интересно, все мысли, какие бы человек пришел, у него в голову вошли, в конечном итоге, он только бы их высказал, он сразу бы попал бы в классификацию. Потому что уже все склассифицировано. Либо он бы стал бы представителем там, юридической теории, или еще какой-то теории стал. Поэтому, я бы так сказал, не надо себя, никем стараться не классифицировать себя. То есть, когда тебя куда-то загоняют, вот, я слышу в интернете, вот этот человек говорит, там, Игнатих, что-то говоря, это такая-то, надо разобраться, что человек говорит. Вот Игнатих, значит, в нестырианской ереси, кстати, обвиняли как-то, однако. Но я решил разобраться, настолько тонкая ересь, что, там, конкретно, по ней, очень длинный период, был спор. В конечном итоге, убрали, ну, победили эту ересь. Поэтому, если когда человек говорит, надо разобраться, что он говорит, относится ли он к этой ереси, или не относится. Потому что, знаете, так поголовно лепить, юридическое, я себя никак к юридической теории вообще не отношу. Потому что, если в чистом виде, я даже не знаю, что они имеют в виду. Если только я рот открою, да, я представитель, меня сразу забьют, там, ты католик. Просто говоришь, когда святых отцов берешь, если ты читаешь Библию, конечно, надо приводить не только Библию, я считаю, но надо святых отцов, прям, буквально фразы приводить в доказательство. Меня так загнал в угол, в угол, я занимался писанием Жени Гуреев, старообрядец. Он мне говорит, а в чем смысл искупительной жертвы Иисуса Христа? Это было еще задолго до семинарии. А я в простоте говорю, да вот, а что спорь, а что там рассуждать? И привел ему там перечень стихов из Библии. Нет, это ересь. И как пошел на меня, там расписал мне подробно все, в конечном итоге, я думаю, откуда ветер дует? И пока мне не попался Антоний Харповицкий, я ничего не мог понять. И вот старообрядец, какими-то путями, вот такими неведомыми, в его голову это вошло, и теперь я оказался католик в его понятии, еретик. И я уже испугался. Неужели меня учили всегда по Библии? Может, я неправильно Библию понимаю? Тогда я уже начал копать святых отцов, и тогда у меня сердце успокоило. Слава Богу, я православный. Вот один святой отец сказал, второй святой отец сказал, и прям Жене все это выписал, и говорю, вот смотри, Женя, православные так рассуждают. Поэтому чистой Библией не обойдется, брат. Если даже хоть и на природе, хоть и где, надо будет как-то святого отца в друзья взять. Все. Я вот прям тебе минуту. Вот как Игнатию Тихоновичу прислали, вот это перевод этого Алтеева Семена Нового Богослова, и там в одной строчке написано, ну в конце, когда он все приводит, перечень, и говорит, ни из вас, ни одного не вижу я такового, который может наследовать Царство Небесное. Это он говорит о всех священниках, о всех епископах, о всех. Вот сейчас я, говорит, не вижу ни одного такового. Это Семен Новый Богослов, это не я, никто. Всех подряд, Игорь, брать, и всех в Потеряевку, если ты меня не понял. Всех по очереди, все не войдут сразу. Потише. Понял? Понятно. Вот так все. Не юбилейных, не юбилейных, кого ты там приводишь, не знаю. Всех. Организуй. Да, организуй, как он в слагере. Игнат Игоревич. Дело вот такое, Игорь. Не надо ничто ставить выше Библии. Вот это правило, кто бы он ни был, собор, святой отец, выше Библии не может быть. Это называется Слово Божие. А сейчас закон Божий, книга толстая, а там с первой страницы натолкана того, что вообще Библии нет. Аминь. 90% книги написано вообще не по Библии. Закон Божий. Так и напишите, что закон для того, чтобы стать настоящим православным, или как называют они это поганое слово, воцерковиться. Но не закон же Божий. Закон Божий один. Вон закон, 20 глава, исхода, и в Новом Завете 5, 6, 7 глава Матфея. Вот все, закон Божий кончился. А дальше, а дальше уже святые апостолы говорят. И кто бы не сказал, для этого ты должен Библию знать не наизусть. Это его мало знать наизусть. Ты должен мгновенно из 7, там, 77 тысяч стихов одновременно выставить нижний. Какой тебе надо самый сильный стих? Стих Библии. И все остальное рассыпалось. Ты должен мгновенно вычислить это, какой стих. А здесь никакого знания не хватит, только Бог открывает. Понимаешь, я участвовал в беседах ни в одной и ни в две сектантами. И они, расходясь, просто говорили, это невероятно. Это один только стих, говорит, Библия об этом говорил. Вот я захожу, сидит архиепископ, Гедеон Докукин, новосибирский. И он решил рассказать, как, ну-ка, по-нашему сказать, похвалиться или что. А вот католики были здесь с кардиналом. Ну, я сижу, были у тебя-то, не у меня. У меня были бы, я бы поговорил. Но я молчу. Ну, и подарили мне книгу. Книга хорошая. Я говорю, а что хорошего в ней? Ну, она написана очень сильно. Я все-то не читал, но маленько посчитал. Правильно говорят, православное там, Христос, Бог-то нигде солнцем не назван. Видите, вот тут написано в книге, я говорю, как не назван, назван. Как назван? Тут уже написано, не назван. Назван. А где, я говорю, 83-й Псалом, 12-й стих. Это одно место в Библии, одно. Я не думал с ним беседовать, но оно у меня все разложено там, где есть. Он открыл, он солнце ищит. Да как же так? Он закрыл книгу, да я к ней не привязан. Лезет, в тумбочку достает Библию православную и мне дарит. Вот дарю книгу свою. Вот так открывает, ну, ну, чтобы понять было, как это, допустим, я открываю книгу, первый раз, вот она же, Новый Завет. Вот, она не открывана. Если рядом, то можно услышать. Видите, это означает, клей, клей там ломается на корешке. Вот она, глядей. Я любую открою, ну, даже не выдумываю. Вот она, Новый Завет. Слабая или как, но будет, обязательно шорох будет. А она затрещала Библию, то у нее, ну, как там. Я говорю, да ты ее и не считали даже. я-то узнал. Идеон. Нет, Игорь, это Бог делает. Это не за... Я у старого грядства, когда были мы там, я считал, они быстро меня выяснили. Они меня выяснили сразу. Это, говорит, ему сатана дает знание Библии. Они меня сразу выяснили. Тогда я понял, стал цитировать святых отцов. Они собрались, вот это, говорит, не слыхали. Оказывается, сатана из святых отцов дает знать. Каноны, каноны с юстинианами, декретарями, 989 правил. 989. Ну, когда я думаю, я приведу, я начал приводить из Карфагенского и на память привожу, где у них паника началась. Это первый раз слышно, да это никогда не было. Каноны нас защищали. Как сатана туда пробрался, в канон? Он дал знание ему канонов. То есть, у него заранее первое, что от сатаны, и поэтому ему надо все ломать и показывать. Он же и Бога в сатану запишет, что угодно. Вот это вокруг меня такая, говорит, теория. Коголта или Кодла, как угодно разбирай. Они ничего не знают. И они выбирают места. Я говорю, это сказал Златоусь. Я сразу сказал, это он неправильно сказал. Златоусь неправильно? Неправильно. Доказывать не надо. Я привожу два местописания, которые опровергают. А он берет таращи, а там написано творение, приписанное, яму Златоусь. И читаю, я говорю, это Испурье, я говорю, взят это. Да как же так? Это кому ссылались на это? Ну, мало что ссылались. А там Сыны Божьи написано. Неправильно. Я хочу тебе сказать, моим Господом похвалиться. Заметь, вот эта книга, вот, заметь. Я студентам говорю, вот я открываю новое, ну, маленько, скрипит, может быть. Я студентам говорю, кто приходит там. Я буду отвечать на вопросы поэзии. 300 поэтов за 300 лет что говорили? Конкретно по вопросу. А вопросы бывают о семейном положении, о революции. Какие поэты, каким стихотворением коснулись революции? И на каждый вопрос 6 поэтов. И каждому по теме 6 эпиграфов из Библии. И вот она, эта книга перед вами. Вот она здесь. Вот они, поэты. Вот они. Вот покажу. Эта книга. А она больше одного дня в библиотеке не бывает. Как только далее, сразу увели. Сметают. А были такие книги? Не было. Никогда не было. А разве это может быть? Может быть. Вот она составлена, книга. Любой вопрос отвечаю на 6 поэтов. Русских поэтов за 300 лет 300 поэтов. А сколько это? 20 тысяч поэтов надо проворачивать было. А как это может быть? Понятия не имею. Никакого вообще. Но без Евгения Пушенко я бы этого не сделал. Поясняю. Смотри, какой лозунг нашел. Какая где беда, ты только так отвечай. Ничего не вижу, ничего не слышу. Это поповский лозунг. Аргументы и факты. А почему? А вверху на дверях написано. Что там написано? Я умер, стучите громче. Я умер. Стучите к Богу громче. Кому это подарить? На память. Ну, Грекеля, тебе надо? Грекеля. Вот она берет. Я умер. Стучите громче. Не слышу, не вижу, всех люблю, никого не осуждаю. Никого. Может ли спастись? Не может. Не может. Там нет любви. Златуус об этом подробно говорит. Если ты видел его погибающим, как ты мог проходить мимо? Где твоя любовь? Вот сегодня говорили, жаждущего, алчищего накормил, жаждущего напоил. Да сегодня ты не в этом нуждаешься, в хлебе. Вот хлеб жизни. Вот вода, источник воды живой. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Иоанна 7 глава 37 стих. Речь идет о Духе Святом. Вот это вот, дайте напиться, видимо-то дадут они, они нищие, они не учились и обеднели. Они не могут напоить живительной влагой. И тогда на страшном суде услышат, отойдите проклятые. А когда проклятые? Уже сегодня проклятые. А вы проклинаете? Бог проклял их. Я повторю только. Кто делает дело Господне небрежно проклят. 48-10 Иеремия. Крещение Бога это, чтобы чещенник делать, крестит. Ну да. Более небрежно нельзя сделать. Я завтра утром создам ролик. Завтра утром. Где приведу, что говорят разные архиереи московского патриархата, крестить только в полное. Я приведу не одного архиерея. У меня данные эти есть. А почему вы до сих пор этого не сделали, Игнатий Ильич? Ну, именно потому что вас обвиняют, что вы привносите новое учение. А хотя и патриарх Алексий Второй об этом говорил. Это где только я не слышу. Я вот где не хожу, священнослужители об этом говорят, что надо крестить, но возникает другая группа. А что делать? Так, 86-й номер будет. Завтра утром я его составляю и послезавтра будешь стоять уже здесь. Я почти целый час буду говорить. Со ссылками на источник, чтобы было можно... Источник! Источник показан откуда, какая партия, какой архиерей, все сказано будет. Более точно нельзя сказать. Все непонятно. У меня такие есть запасники лежат, которые я когда подниму, они просто в пепел превратятся в мои противники. Ну, ладно. Для кого-то, видите, хотят академических подборок. Вот вы сейчас это сделаете. Вот они у меня... У меня заготовки много. Я кому-то не отвечаю, но у меня заготовка уже сделана. Я ее держу. Я смотрю, времени не пришло. Я не говорю, почему этот человек был со мной в хороших отношениях. И я не могу его трогать. Он, может быть, для испытаний меня это написал. Может быть. Я еще до конца-то это не знаю. Это поэтому... Я не согрешу, что я тебе не буду отвечать. Я знаю, откуда это идет. Это миссионерский отдел. Самая злобная, что только можно, система, которую придумал сатана. Они ничего не знают. Они губят людей. Сколько могло прийти? Во главе поставили кого? Дворкина. Даже его в России не могли найти такого врага. Только из-за границы выписывали. Кого он не перессорит, с кем? У меня на форуме с Кочетком у Кочеткова тоже там с чем я не согласен. Но у Кочеткова община. Они работают в разных городах. Я его не воспаляю, Кочеткова. Я просто говорю. Он нападает на Кочеткова. А у этого вообще ничего нет. Ничего нет. Он только как поссорит людей. Чисто от сатаны человек. Еще... Вот у вас, проси. Еще такое... Ну, не предложение, что ли. Вот часто говорим о сектантах и прочее. Можно было бы, допустим, через хотя бы одно занятие делать у нас противосектантский материал изучить. Потому что у нас, видите, когда в университете велись занятия, у нас проходили писания, а потом раз и начинались эти занятия. А вот, допустим, чтобы был диск, вы участвовали, вы говорите, будь на позиции Антония Храповицкого. Я вот эту позицию надо еще изучать. Это большой том. А вот на позиции другого человека я бы был, может быть. Игорь, нужно научиться в первую очередь смотреть, как на людей, на противников. Это первое. Ну, кто знает, как в Греции вели диспуты? Вот сидят там арбитры, президиум-то. Ну, выходит, что я православный, а ты кто? Ну, вот баптист. Ну, давай, будем беседовать. Так, первого меня спрашивают, вы с кем беседуете? Я говорю, с баптистом. Ну, так, объясните их учения. Я говорю, это люди, которые сознательно приняли Христа, уверовали в Него, что Бог, Господь послал Сына для народного, Он умер за них. Они не принимают икон, потому что написано, они сделаны идолы изображения. Они не крестят детей, потому что надо уверовать, а дети веровать не могут. Я все перечислил. Теперь, которые сидят эти, президиум-то, они его спрашивают, ну, он правильно объяснил? Говорят, так это баптист. Говорят, объясняют все по нашему. Говорят, это православный. Ну, правильно или неправильно? Все правильно сказал. Так, ты с кем беседуешь? С православным? Объясняй. И он теперь начинает объяснять православное. Мы отличаемся тем, что у них есть рукоположение епископское от апостольских времен. Они на это нажимают. Ну, и дальше. Они веруют, у них храмы есть, мироточивые иконы, мощи поклоняются. Мощи, там бывает, и счастей, и мощей. Ну, все, все рассказали. Меня он спрашивает теперь, он правильно объясняет, готовый православный. Он все понимает правильно. Он говорит, нет, я сказал про себя, не про себя. Вот теперь давайте беседуйте. У нас сегодня беседуют два противоположных и друг друга не понимают, почему они не знают друг друга. Я баптистов знаю от первоисточника. Я знаю отделенных. Я с ними был, с капитры проповедовал. Я могу говорить об этом, потому что это мне близко, я там обратился. Вот, вы найдите там хорошего сектанта, настоящего баптиста. И мы не найдем, Игнатих, что это надо делать, моделировать. Вы баптистом будете, потому что вы хорошо знаете учения. А вы будете нападать на нас, на православных, а мы будем защищаться словами Божиими. И попробуйте. Нет, я не делаю за это. Будем защищаться. Прийти, Тата. Я буду говорить всегда только как православный. Когда предлагали такую роль взять, что со стороны баптистов, никогда, еще ни разу в жизни на это не пошел. Я не могу на полусерьезном. Я могу говорить только так, как есть. Я говорю, посты православные не по Евангелию, а их там Евангелие. Да как же апостольское правило 69-ое говорит о постах. Великий пост и среда и пятница. Поэтому будет собор все православные убрать посты. Убрать. Почему их и не соблюдают? А вот это Великий пост и среда и пятница в году оставить. Так они тоже не евангельские, но они к апостольским правилам относятся. Ну а как же вы? Я буду все исполнять, как исполнял. Я не могу по-другому. Но я вижу, вот у Ульянов когда сидел, Ленин-то, а у него написано, курить запрещается, а матросы стоят, курят, говорят, уберите, это дезорганизует. Курить запрещается, курят. Я должен каждому говорить, уберите, пусть курят, все равно они курят. Так это правило убрать надо. Посты убрать. Но я их буду, эти посты, соблюдать. И в лагере у меня будут соблюдать. Я православный, поэтому без дураков. Но вы людей так расслабили, они не хотят ничего делать. Но теперь посмотрите по Ивану, что можно убрать. Что нереального я сказал. Я говорю, был бы патриархом в течение одного дня, меня вот вчера избрали вечером патриархом, а сегодня утром... Если бы, добавляйте, что вы не перетолковывали ваши слова потом, если бы... Так поздно, уже 77 лет, не изберут. То, я сказал бы, открываю тысячу училищ в один день. Как все взахались. Но у нас учителей столько нет. Я говорю, я уже съездил, договорился. А где? У баптиста. В СНБ, Маловузовская, 5, город Москва. Я им задал вопрос. Скажите, вам православному хотелось бы ходить проповедовать? Очень. Ну, а так, чтобы догматы не трогать, а говорить, научить их любить Христа по Библии. Ну, 77 книг, а у вас 66. Вот по этим 66 книг. Берите ваши синодальные, вот так, только синодальные переводы, как они издают синодальные-то. И вы научите любить Библию Христа. Согласны? Согласны. Все. Вы можете тысячу человек, они говорят, хоть пять тысяч дадим. Все, я договорился. Я возвратился, здесь епископ уговорил. Я уже договорился, избирайте патриархам. Я вам революцию сделаю здесь. Всех православных немедленно в школу, немедленно храмы закрыть и во дворе начинать проповедовать, а потом по одному запускать, кто будет соответствовать этому. Вот так. А крещение детей, прекратить крещение детей и крестить только у верующих. Ну, об этом говорит Дмитрий Смирнов, Осипов говорит, крестный, все это отменить. Это только у тех, которые ходят оба в храм, оба верующие, оба посещаются. Вот таких деточек надо крестить. Она крещенная Гликерия. Гликерия не может быть. Гликерия. Она заведенная. Она гиперподвижная от родителей. Не в ту сторону подвижки идут. Это второй вопрос. Понятно? Да. Дальше программа. И тогда и говорят, почему необыкновенно успешный миссионер меня назвал не кто-то, а Олег Стеняев. Уж это-то про меня что-то ебает. А уж про Андрея Курава не надо говорить. Я себя таким не считаю, кем они посчитали. Если по большому счету я не проповедник и не миссионер. Я не учился. Но я смотрю сюда и на молитву. Каждый день, чтобы не меньше семей раз на молитву. И Бог ответит. Бог укажет. Но что сегодня миссионеры делать, большего злодейства придумать нельзя. Они в сердце злодеи, говорят, злодействуют злодейство. Это к ним относится. Их немедленно нужно ликвидировать оттуда. А как? Учить не надо? Учить надо. При монастырях, где-то там. Но власти никакой не давать. И чтобы учили согнаться Слово Божие. Чтобы никого не стравливали. Чтобы обстановка после беседы была лучше, но не хуже. Помните, вы рассказывали, выли за рубежом, но я просто другого примера не могу привести. Я могу привести, но это кино не то, а то, что вы рассказывали. Как беседовали двое вот этих стариков. Да, да, да. И что вот вас поразило вот в этой вот беседе? Ну, один под машиной лежит старик. Старик, видно, там лет 75. Хотя я в 77 еще не старик. Отобросьте. И вот и разговаривают. И который под машиной это за белых, а этот там за рубежом, но за красных. И они еще революции не кончили. А я стою рядом и слушаю. И наконец ты из-под машины вылазишь и говоришь Никифор, а ты не прав. Как не прав? А ты голос повысил, как Дебунов стал кричать на меня. И я вижу, ты раздражился, а тот постоял, а тот из-под машины вылез, ремонтировал, гайки крутил, молчит. А тот постоял, Пантелей, ты прав. Развернулся и пошел. Домой топнул бы его. Как это так? Согласиться с ним-то. Это не доказательство. А для них доказательство. Это другой менталитет был. И этот красный за большевиков, сколько в нем так-то было. Он вот так вот поставил, оба высокие, ну метр девяносто, наверное, старики, седые. Да, ты Никифор прав. Говорит, а понарить надо? Разве же можно не добитого бросать-то? Да. Ты бы долбанул, потому что в Харбин улетел, а потом в Америку. Да. Нет. Это уважение к другому. Вот. Они не могут собраться. Я говорю, дайте мне молодежи хоть раз. Наша молодежь вообще не нуждается. Совсем, совсем. Мы могли бы собрать. Они между собой посудили, старики. Давайте соберем. Собрали, привезли. Там Сорокин был у него на дому. Беседуем. встретиться со Христом. Повели меня к сербу. Серб, патриот. В сербе там напряженная обстановка. Я с ним начал беседовать, он патриотов собирает где-то. Я ему сразу говорю, ты не прав в этом и в этом. На одной злобе все стоит-то. Он ничего не ответил, меня дочь привезла к нему. И он замолчал и больше ничего не сказал. Да как ты можешь воевать с врагами, когда ты его ненавидишь? Надо воевать с евреями, с мусульманами, потому что заповедано нам быть бойцами, но только любовью, другого оружия не дано. Вот сегодня ночью мне пишет эта мусульманка. Игнатий, отец Игнатий, какой вы великий миссионер. А мы у нее ночевали, беседовали, беседовали и осталось там внутри все. Я всегда добавляю, я не Даниил Сысоев. У меня такого таланта нет. Я несравненно выше его считаю. Но когда он идет к старообрядцам, нападает, он даже на двойку не сдает. То есть вот это неправда миссионера уязвить, она прямо фонтанирует у него. Ну все. Каким стихом закончить? 20 стихом следующее занятие будет начинаться. Нас упрекают, что мы много говорим не по этому, а считать вы сами можете считать. Мы рассуждаем, что оттуда проистекает. Зачем она-то обижаться-то? Понятно, мы посмотрели, как это действует на сегодня, на иудеев, и как это возможно на одном углу соединить, как это на сегодняшний день выглядит, и какое участие я конкретно принимаю в этом сегодня. вот теперь слово Божие заговорило. Живо и действенно. Острее меща, богиного страны... Ну вот я об этом состоянии души хотел сказать, когда две такие неприморимые позиции, красные и белые, это же война, и можно вот так себя все равно повести уважительно. Игорь, ты только ошибся сказал, неприморимые, то есть не переморили их как мух. Неприморимые? Да. Ну что? Господь переморец. Это лето будет жарким по всей вероятности. Да вы что? Очень сильно похоже на это. Все-таки придет она звезда. Когда-то придет, она обязательно придет. Вепри из пустыни Кармалицкой. Вепри. Дикие кабаны, которые свинину не едят. А они кое-кому говорят хрюкнут, поддыхало. А что нужно сделать? Учиться умирать. Оставить Христа и все. А зачем дальше жить от себя спасем? Жить не зачем. Хотя для вас нужнее остаться апостол Павел. Знаете, извините, Виктор Суворов слушал интервью, он говорит, для того, чтобы в России все стало на место после революции, после всех событий, туда надо завести просто детектор лжи, который сейчас изобрели. и всех, кто там в правительстве, начальствующих, через него прогнать. И все на место сразу станет. Вообще интересно, конечно. Да не будет коней, я просто к тому, что что-то же надо, чтобы изменилось в стране. Все. Настойная святкова и святого положительного Богородицу, пресно-блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин, и славнейшую без храмения серопин, без искрения Бога слово рожжую, сущую Богородицу тяги и славнейшую и славнейшую Богородицу, отец наш небесный, благодарим Тебя за занятие, которое даровал Ты нам в этот воскресный день. Благодарим Тебя за братское общение, за это маленькое, но Христово братство. Господи, благодарим Тебя, что тот гнев, который должен был излиться на нас, взял Ты, Господи, на себя. Помоги нам, Господи, оправдать все, что мы в крещении клялись, Господи, в чем Тебя, Господу нашему Творцу, в чем обещали, обещания несли. Дару, Господи, всем нашим братьям, сестрам, быть истинными благовестниками слов Твоих святых, которые мы сейчас слушали и которые полны такой неизреченной глубины. Господи, помоги и тем священникам, которые не стали еще братьями для посомых своих, чтобы было настоящее братство у них, чтобы была жизнь общинная. Помоги им всем, даруй, Господи, выйти на наш сайт, помоги им познакомиться с нашим братом, истинным благовестником. А Тебе, Господи, слава за все, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отец наш Небесный, прими нашу молитву воздиание рук, как жертву вечерней благоухания приятной перед престолом благодати Твоей. О, Владыка Мира, соединяй нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Боже всемогущий, любися, Отец, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Господи, и прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них, спаси их и помилуй и даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, где идет война и даруй духовное рождение патриархам, папам, епископам, священникам и пастве. Тебе за все слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спаси Христос. Спаси Христос. Спаси Христос. Раз, закрывайте. Чуды, кружки.